Ну а теперь обо всем подробнее. Махачкала встретила участников общероссийского мотопробега, посвященного столетию создания Кавказской конной дивизии. Он проходит по маршруту Москва, Севастополь, Черкесск, Пятигорск, Нальчик, Магаз, Грозный, Махачкала. Байкеры межрегиональной общественной организации «Ночные волки» к ним присоединились и представители дагестанского мотоклуба «Черные орлы». Всего около ста мотоциклистов. Они проехали по главным улицам города, уже на центральной площади столицы. Участников столь масштабной акции приветствовал глава Дагестана Рамазан Абулатипов. Здесь же прошло грандиозное байк-шоу. В числе зрителей и наш корреспондент Рейсат Юсупова. «Ночные волки» – самый известный мотоклуб России. Впервые в Дагестане. Сам въезд в Махачкалу – уже красочное шоу. Во главе колонны – Александр Хирург, патриарх мотоциклетного движения страны. За ним – «Ночные волки» и дагестанские «Черные орлы». Мотопробег по Северному Кавказу. 100 мотоциклистов посвятили столетию годовщины создания легендарной конной дикой дивизии. Сделав круг почета по столице Дагестана, колонна въезжает на главную площадь. Хлеб, соль и дагестанский хинкал. Мотолюбителей под жарким солнцем встречает знаменитый на весь мир лист Динка. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов приготовил знаменитым мотоциклистам подарки. Александру Хирургу вручили старинную саблю – работ дагестанских мастеров. К сожалению величайшему, время откладывать оружие в сторону, к сожалению, не пришло. Поэтому мы готовы, как настоящие патриоты России, отвечать на все вызовы, которые идут в адрес России. И наши друзья, которые к нам приехали, они уже несколько лет заняты воспитанием патриотов. Время патриотов никогда не уйдет из России. России всегда нужны патриоты, поэтому мы дарим вот такую саблю. Эта сабля примерно времен Первой мировой войны. А в этой капсуле землю с родины Кавказской конной дивизии «Ночные волки» увезут в Москву, чтобы увековечить память о доблестных воинах Кавказа на Поклонной горе. «Ночные волки» привезли и свои подарки – фото в оправе из железных цепей и деталей от мотоциклов, и памятную плиту о чести, мужестве и братстве Кавказской туземной конной дивизии. Для нас очень важна вот эта акция. Мы ждали завершения этой акции в Дагестане, потому что с Дагестана начинался маршрут дикие дивизии, в составе которой было очень много дагестанцев, дагестанцев всех национальностей. И самое главное, что сегодня вот Александр Сергеевич вместе со своими ребятами привезли нам эту эстафету уже из Севастополя. Это как бы история говорить с нами сегодня. При этом история состекована и современностью сегодняшней. Поэтому для нас очень важно, что этот маршрут был начат с Севастополя, с города-героя, с города-воинской славы. И я не устаю подчеркивать, что это город, который защищал в том числе и мой отец тоже. Безусловно, мы воспринимали еще как миссию, как некий посыл, как благодарность от людей, например, Крыма, потому что мы последние все шесть лет действительно жили Крымом. Вот такой посыл, благодарность Северному Кавказу за поддержку в Крыму русской весны и в Севастополе тоже, в поддержке всех событий, связанных с референдумом и с возможностью вернуть себя в Россию. Это, безусловно, вот этот момент, тогда в тот момент родилась эта идея, сделать такой благодарный марш-бросок с вот такой дружественной по республикам Северного Кавказа. Вместе с ночными волками в Махачкалу прибыла и передвижная выставка. Это уникальная техника, созданная руками самих мотоциклистов. Глава республики с интересом рассматривает все модели. Огромные гусеничные и колесные монстры в идеальном состоянии и готовы преодолеть любую преграду. Рядом в палатке выставлены вещи времен Первой мировой войны. Возможно, когда-то за этим деревянным столом обедали солдаты дикой дивизии. Стол рассчитан на шесть персон. Основное блюдо располагалось в центре, сюда наливали соус или бульон. А вот эти отделения для чесночного соуса. Деревянный стол, кинжал, железная щетка для чистки лошадей. Все здесь дышит стариной. Этим вещам более ста лет. Это непонятная вещь. Это просто-напросто сверло тех времен. То есть, где нужно было просверлить седло или кожа, что-то изделие. Например, просто укрепляться на стол и укрепили. Памятное фото двух президентов. Затем красочное экстремальное шоу от ночных волков, которое и завершило официальную часть пребывания знаменитого клуба в Дагестане. Раисат Юсупова, Эльдар Ибрагимов, Салих Салихов и Расул Дибиров. Время новостей.